Всем добрый день! Сегодня, если честно, не планировала снимать вот в данный момент, но всё же решила снять ролик. Ну, во-первых, с утра меня порадовали под роликом «Великое богатство», кинули ссылку ещё на одну воровку моих работ. Вы знаете, все второсортные бабы хотят блеснуть умом, но, правда, за чужой счёт. Пожалуйста, не нужно поганить мои труды, во-первых, удавая за свои, во-вторых, непонятно, какой-то чушь несёте, о какой-то силе камней, даже не разбираясь в камнях. Сами не знаете, к чему этот ритуал вообще людям показали, что вы хотели этим сказать, для чего он нужен. Когда это не ваше, когда сворованное, свистнутое у кого-нибудь, понимаете, вы не относитесь со всей душой, естественно, вы понятия не имеете, что это, как рассказывать. Не нужно чужое, дорогие друзья. Будете воровать чужое, всю жизнь судьба будет забирать ваше. Взяв чужое, вы своё не пополните. У вас отсюда, вот, видите, прошло кое-что. Здесь придёт, а там 10 раз больше уйдёт. Это первое. Во-вторых, я действительно устала от недалёких людей. Ужасно устала. У меня просто душа устала от этих людей. Я иногда просто игнорирую и не отвечаю. Потому что я настолько устаю. Человек, который смотрит мой канал целый год, может такую тупость написать, что просто уму непостижимо. Я устала говорить, что такое алтарь. Я устала говорить, посмотрите ролик про алтарь. Я сняла специально, что такое алтарь, чтобы не было вопросов. Я устала объяснять про откуп. Я устала говорить про Луну. Я вчера буквально 10 раз повторила. Луна не имеет значения в этом ритуале. Потому что, когда тебе нужны деньги, ты не будешь ждать целый месяц, пока Луна округлится. Люди даже не слушают ролик. Они просто смотрят и внизу сразу же пишут свои вопросы. Я устала от невоспитанных пещерных обитателей, которые... Напишите, пожалуйста, ритуал. А ритуал чё не написали? А чё ритуал не напишите? А текст где? Я устала от этих пещерных людей, у которых нет ни так-то, ни воспитаний. Может, их в каком-то хлеву воспитали, я не знаю. Может быть. Потому что, во-первых, я не обязана этот текст выставлять. Вам очень надо срочно. Сидите и пишите. Останавливайте видео, нажимайте на стол, переписывайте. А если хотите текст, то подождите, когда Яна освобождается. У неё очень много работы. Она тоже человек. У неё тоже есть своя семья. Она отправляет книги, редактирует книги. Она своими делами занята, в конце концов. Мы не роботы. Мы не можем сутками сидеть и отвечать вам на вопросы. У нас есть работы, которые у нас заказали, оплатили. Мы должны их делать и выполнять. Неужели вы думаете, что мы родились, чтобы служить вам вечно и бесконечно и во всём? Хотя из уважения к зрителю мы выкладываем эти ритуалы. Но нужно иметь терпение. Не втерпёшь, берите и останавливайтесь. Нажимайте на стол и переписывайте. Я устала говорить о том, что если я не говорю про откуп, не нужно лезть со своими норовоучениями или каким-то умозаключениями. Вас это не касается. Я столько уже говорила про откуп, про всё. Если вы задницу оторвёте со стула и пересмотрите мои ролики, там есть про откуп, миллион рассказано. Всё просто до мелочей. Понимаете? Я не буду ради каждого человека снимать отдельный ролик и отдельно рассказывать про это всё. Я говорила вам, что там, где нужен откуп, я вам скажу. Где не нужен, там не нужен. А вот нам ничего не будет за это. Если вы такие трусливые люди, я бы сказала, людишки, не делайте ничего, не меняйте свою жизнь. Как сидите в дерьме, так и сидите до сих пор и до веки веков. Кто вам мешает? Не делайте ничего. Если вы настолько несмелые, чтобы взять, поменять свою жизнь, не меняйте эту жизнь. Это ваша жизнь. Она никого не волнует, кроме вас. А вот откуп, а нам ничего, а просто же так ничего не бывает. Да, просто так ничего не бывает. Всё правильно, но я про это уже говорила и объясняла. Ещё раз объясняю. Что берут силы и духи взамен на то, что нам дают? Энергию счастья. Есть две энергии. Одна энергия подавленности, неудачи, злости, боли, то есть отрицательная энергия, которая питает злые силы. И они в пространстве существуют. Я про злые силы говорила, я объясняла об этом, рассказывала целый ролик. И их задача, чтобы в вашей жизни была подавленность. Поэтому они разными системами, разными ухищрениями, разными, скажем так, жизненными обстоятельствами давят, давят на вас и приводят вас к отчаянию, чтобы вы всё время вырабатывали эту отрицательную энергию. Энергию боли, разочарования, разочарования, энергию одиночества и так далее, и так далее. Мучение, мучительную энергию. Это для них как аккумулятор, понимаете, это для них зарядка. Они берут с людей эту энергию, начинает усиливаться. Я всегда говорила, если хотите, чтобы на земле было меньше зла, будьте счастливы. Не зацикливайтесь на плохом. Переключайте свои эмоции постоянно на хорошие, как бы это ни показалось нелепым, но так надо делать. Когда некоторое время, невзирая ни на что, не обращая на обстоятельства никакого внимания, между прочим, все богатые люди к этому пришли, они поняли этот секрет удачи, не обращать внимание на трудности. Если на них зацикливаться и думать о них, они приумножаются. Так вот, единственный способ победить зло – это быть счастливыми. Тогда злые силы не имеют над вами власти. А как быть счастливым? Дарить счастье другим, помочь другому, приутить бездомные животные, помочь устроить на работу человека, который не способен сам искать, найти. Как можно делать больше хорошего в мире? То есть дать постоянно вокруг себя создавать энергию счастья. Когда я еду в такси, я даю всегда больше таксисту, чтобы у него было приятное ощущение и воспоминание хорошее обо мне, и энергия счастья. Вы знаете, я недавно узнала, на свое удивление, когда я перевела таксисту больше положенного, он сказал, а почему вы всегда платите больше? Я говорю, вы знаете, ну вы весь день за рулем кормите семью, ну с меня не убудет, если я на 200 рублей больше вам оплачу. Он говорит, а вы знаете, мы же между собой разговариваем, вот если у нас бывает заказ в другой район, ну ваш и другой район, мы отменяем и приезжаем к вам. А я даже это не знала, понимаете? Оказывается, и такая система существует, то есть они видят, где выгоднее ехать. А я отдавая эти деньги совершенно не думала о выгоде или там приедут они ко мне или нет. Я просто отдаю, потому что я считаю, что ну надо кому-то отдавать чуть больше, радовать людей вокруг себя. Если я убираю здесь площадку, уже 10 лет тут живу, никто кроме меня ни разу не убрался, ни разу никто не подмел, никто, хотя у всех коляски и велосипеды и все что угодно. Я могу ворчать, я могу выйти и сказать, да вашу дивизию, что это такое, в конце концов, стучать во все двери и сеять вот эту вот энергию зла. Я молча иду, убираюсь. И каждый раз мне в лифте, когда видят, ой, спасибо вам большое, прям так неудобно, вот все время вы делаете, спасибо и так далее. Но когда мне нужно, например, что-то спросить у соседей, там, поможете его тут передвинуть, они всегда приходят. Понимаете? Почему выгодно быть добрым человеком, хорошим человеком? Потому что чем больше добра ты сеешь вокруг себя, это не банальная тавтология, знаете, будьте добрее, нет, надо быть добрым к тем, кто достойен этого. Я не говорю, что надо прощать убийц и маньяков и быть добрыми. Нет, к таким людям надо очень жестко применять кару настолько, насколько возможно, потому что это люди, служители злой силы. Так вот, чем больше ты делаешь хорошего вокруг себя, чем больше людей от твоих поступков счастливы, тем больше энергии счастья ты отдаёшь силам. Они питаются энергией счастья. Так вот, сила зла, которые всегда обрисовываются, как жители Тартара, жители тёмного царства, жители преисподней, это в основном говорится о воротах зла, о той воронке космоса, где собирается злая сила. И есть вторая часть. Это не добрая и не злая, и не такая, и не сякая. Это тёмная сила. Светлых сил на планете не существует. Каждая сила дарит и хорошая и плохая, а значит, она просто тёмная. Тёмная, тьма от слова тьма, что означает тайна, тайная сила, сакральная сила, потусторонняя сила, как хотите. Так вот, вселенная делится на две части. Злая сила и тёмная сила. И от тёмной силы мы получаем всё, что хотим. Из тёмной силы приходят нам хранители и так далее. Нету абсолютного добра и абсолютного зла, дорогие друзья. Всё в меру. Но сила зла в любом случае питается нашими страхами. Есть человек, который боится привидений. Вот он увидел один раз призрак у себя в комнате и туда хоть убей не заходит. А другому человеку пофигу. Пошёл, лёг, захрапел, вообще всё равно. Знаете, почему ему не явилось? Потому что он его не питает этим страхом. А тот, который увидел один раз и задрожал, он этим страхом питает эту силу. То есть, чем больше мы злимся, чем больше мы переживаем, чем больше мы преследуем людей, которые нам сделали зло, нас обидели и так далее, тем больше мы этих людей питаем, питаем, усиливаем. Почему я всегда говорила, что если ты не обращаешь внимания на своих врагов и ненавистников, они чахнут, потому что они питаются твоей силой. Пока ты обращаешь на них внимание, они живы, они есть, существуют, они их говорят, о них помнят. Когда ты о них не думаешь, они не могут тебя вывести, они начинают жрать друг друга. Дорогие друзья, вот эта система, она работает, реально говорю вам, уже не первый раз. Попробуйте, вот компания, которая вас травит, попробуйте отсечь от себя и не питать этих людей, не обращать на них внимания, плюнуть и все, пошли вон. И через некоторое время они будут жрать друг друга, они будут обзывать друг друга, ненавидеть, проклинать. Знаете почему? Потому что им энергия нужна, им нужна эта вот отрицательная, злая энергия, которым они питались, которым питался тот демон, который внутри них, та злая сила, которая внутри них сидит. И она должна чем-то питаться. Вот есть же люди, вампиры дома, вот всех доведут, всех достанут, всех затравят, всех там друг на друга стравят, всех настроят друг против друга. Весь дом перевернут вверх ногами, потом идут на кухню и начинают мыть посуду. Вот счастье, настроение поднялось, а вы все орете, кричите, последние слова друг другу сказали. А этому человеку похрену, знаете почему? Потому что ее внутренний демон насытился вашей болью, вашими криками, отрицательными эмоциями, энергиями, вы там убиваете друг друга, а ей все равно. Она свое сделала и пошла. Тра-ля-ля. Заметьте, сколько таких свекровей, сколько таких мам существует, сколько таких отцов существует и сколько таких детей существует, которые дома достанут всех. Вот начинается война, уже забыли, откуда началось, кто был виноват, уже все грехи друг другу попомнили, уже всех столетних мертвецов воскресили и все эти старые поступки сказали, вынесли на обсуждение. А человеку пофигу, он пошел, сел за компьютер, играется. Хотя начал он. Злая сила внутри. И чем больше зла дома концентрируется, сгустками, тем больше неудач тянется. В домах, где постоянно пригорает техника, где постоянно лопаются лампочки, где постоянно что-то ломается, что-то падает, что-то разбивается. Это сгустки энергии, злой энергии, которую мы с вами сами создали. Тот самый полтергейст, который вы говорите, это не духи, это энергии, которые исходят из нас. Я не говорю, что мы должны ходить, как эти, знаете, тупые вот эти журналы, есть, желтые прессы Америки, все там улыбаются, все свои 66 акули, их зубов выставили. Нет, дорогие друзья, в мире есть и страдания, и в жизни должно быть и страдания, и депрессия, и все. Таким образом, человек обретает себе опыт, поднимается, становится чище, умнее, лучше, мудрее. Страдания, они должны быть, мы должны пройти какой-то период, но вечно страдать себя, посыпать пеплом, знаете, рвать волосы, бить я по башке, это, ну, это вообще самое последнее. Вот к чему нацелены на самом деле все доктрины, говорящие вам, вы грешные, несчастные, плохие, вот такие сякие, и ваши предки, и вы, и ваши дети, и вообще, идите все топитесь, вы все грешные и преступники. К чему нацелены, чтобы с вас забрать как можно больше этой энергии подавленности, боли и питать эти злые силы. Поэтому и говорю, будьте счастливы, вопреки всему. Знайте, что впереди тоннели всегда свет. Идите к этому свету, что бы у вас ни случалось, хоть почва из-под ног просто уносится, а вы все равно спокойно идите вперед. Потому что, поверьте мне, ваше спокойствие в конце концов приведет к тому, что эта злая сила от вас отвязывается. Она поймет, что от вас толку нет, вы все равно питать не будете, вы все равно не будете обращать на это внимание, и она от вас отстанет. Так вот, энергии подавленности, энергии отрицательной, энергии боли мы питаем злую силу. И она усиливается, и она все больше становится в нашей жизни. Следим за соседом. Ни хрена себе купил новую машину, тварь, а откуда ж у тебя деньги-то, а пойду-ка в милицию напишу, заяву закатаю. Ну-ка проверьте-ка его эти доходы, мне прямо интересно, откуда. У тебя прибавилось этих доходов? То, что ты накатал на него, у тебя их прибавилось? Нет. Тебе стало лучше? Нет. Тебе еще хуже стало в жизни, еще хлеще. Это касается тех, кто на меня донос пишет. Вам лучше стало от этого? Нет. У вас прибавились деньги? У вас бриллианты пришли? Нет. Что у вас пришло? Осознание того, что бесполезно вы это делаете, и что если вы продолжите, уже вас вызовут на допрос. Учтите, такое существует система. Если человек продолжает это делать, его вызывают, и за ложный донос смогут привлечь. Во. Видите? Хуже вернулось на вашу голову-то. Правильно? Значит, вы питаете эту злую силу и тем самым пытаетесь сеять зло вокруг вас. Ведь человека вызывают, поговорят там или что-нибудь, да? Он потеряет время, разнервничается. Ой, как хорошо. Протираем руки, как шакалы. Хе-хе-хе. Вот так тебе. Иди теперь, вот по милициям отчитывайся. Все закончилось, ну, прошел этот этап, все. А тебе от этого что пришло? Ничего. Это зло многократно вернулось к тебе. Потому что ты отправляешь эту злую силу, питаешь эту силу чужой болью, а потом, когда люди больше на тебя не обращают внимания, этой злой силе нужно чем-то питаться. Понимаете? Выпускаешь джинна из бутылки, который тебя сожрет. Ты создаешь чудовище сам своей злобой. Ты этой злобой питаешь всех, ну, это хватит на один, два, три раза. Всех там привести в такую трясучку и питать свою вот эту злую силу. Иди сюда пусть. После чего эта злая сила, созданная тобой же, усиленная тобой, возвращается к тебе и говорит, давай мне корм. Я больше их есть не могу, они на меня не обращают внимания, они не нервничают, давай мне корм. Начинаешь жрать тебя и твою жизнь. Поэтому все завистливые люди, все люди, которые стремятся кому-то сделать зло, они несчастны, глубоко несчастные люди. Дорогие друзья, женщины, которые бегут по прокуратурам, милициям, как правило, теряют детей в раннем возрасте, муж пьет, дома все рушатся, работы нету, денег не хватает, они все равно всех ненавидят, весь мир. Почему? Потому что они взрастили эту злую силу и пустили в мир. Сначала сделали зло людям, некоторое время проходило, прокатывало, а потом люди перестали обращать на это внимание, люди просто отсекли или власти поменялись, не знаю. Ну, закончилось это время. И что теперь этой силе делать? Она возвращается к своей хозяйке и начинает ее жрать. Понимаете? То есть, делая зло, мы создаем, не то, что создаем, мы призываем некую злую силу, которая питается, питается, вот становится такой бутусик, то есть, мы его питаем чужой болью, мы создаем боль вокруг себя, мы делаем подлости, мы делаем гадости, усиливаем эту злую силу и радуемся боли других людей, мы кайфуем. Там же плохо, этим плохо, этим нехорошо, ура, как хорошо. Вот одна тварь, показывали по видео, ходит с соседям этих, кидает клещей, эти бедные люди 18-20 тысяч отдают этим службам, чтобы вывезти, и она опять приносит, я не знаю, откуда она их приносит, я вообще в шок, и она, значит, видеокамеру поставила, и она кидает под двери, а потом оказалось, что у нее онкология началась, вот и все, красота, потому что люди-то, да, избавились, люди ходили, просили, никто их не слышал, как всегда, ничего не происходило, но в итоге-то это зло вернулось, многократно, я начала жрать ее, и она сейчас подыхает, по-другому, я не могу таких людей, подыхает, не умирает, а подыхает, дохнет, как даже собак, зачем собак затрагивать, они хорошие животные, правда, подыхает, как тварь, так вот, что такое понятие зло и добро, если вы делаете зло, если вы концентрированы на злобе, на злом, на ненависти, на зависти и прочее, вы призываете с этих врат зла, некую злую силу, и начинайте питать этой силой всех, то есть эту силу чужой болью, вы же делаете зло, кому-то больно, и эта сила себе питается, пока вы делаете это зло, и люди реагируют, эта сила вас не трогает, и вы думаете, как хорошо, все пронесло, вот так вот люди все и думают, когда говорят, видишь, сколько зла делает, а ничего ему за это не бывает, пока ты концентрируешься на этом, пока ты нервничаешь из-за этого, ему ничего не будет правильно, потому что тебе больно, и его злая сила от тобой питается, а когда ты скажешь, отдаю на суд богам, а потом, знаете, не лицемерьте, если вы хотите, чтобы ваши враги наказывались, так и скажите, пускай будет по справедливости, пусть тебя накажут так, как ты этого достоин, потому что мы говорим одно, а думаем другое, мы при людях говорим, я не злюсь на него, бог ему судья, я ему зла не желаю, вы же это произносите, как заклинание, я не желаю ему зла, пусть его не накажут, пусть у него все будет хорошо, а в душе что вы хотите, вы в душе хотите справедливости, как любой человек, и говорите, ну как же так, почему он мне сделал зло, и не наказывается, нет справедливости, да нет справедливости, потому что вы его не просите, потому что вы лицемерите, вы не честны перед собой, зачем вы говорите, бог ему судья, или я ему зла не желаю, пусть у него все будет хорошо, вот у него все и хорошо, а вы не говорите, пусть он сдохнет, или там пусть его, я не знаю, привяжут к хвосту лошади и пускают в поле, нет, скажите, пускай все будет по справедливости, если я виновата, пусть я пострадаю, если ты виноват, значит ты получай, и все, и не надо говорить, я прощаю, вы хотите при людях выглядеть святошими, а в душе-то вы хотите справедливости, тогда у вас ни хрена не выйдет, дорогие люди, имейте честность перед собой сказать, да, я хочу, пусть накажется, он мне сделал больно, с чего я должна прощать, не надо лицемерно играть вот такие вот святых, хороших людей, пушистых, нет, я скажу, что я желаю ему добра, но он пускай накажется, так не будет, так вот, пока вы концентрированы на человеке, который вам делает зло, этот человек не накажется, потому что вы питаете его эту злую силу все время своими страданиями, мыслями, болью, понимаете, и он не накажется, так вот, как только вы скажете, пусть будет по справедливости, я больше на тебя внимание обращать не собираюсь, вот все, что ты сделал, пусть тебе вернется, давай, и забыть о нем, через некоторое время узнаете, он попал в аварию, дом сгорел, чего только не случилось, выгнали его, при взятке его там застукали, и так далее, вот так и сделайте, дорогие друзья, это рецепт веков, тысячелетий, все успешные люди, все власть имущие люди, все сильные личности мира, это знали, и этим пользовались, есть определенные тайны, к которым ты приходишь, но не все этим делятся, на самом деле, знаете почему, потому что очень удобно руководить толпой, ты знаешь нечто, чего не знают они, и очень редко люди этим делятся, реально с сильными, стоящими вещами, информацией, которая просто вам поможет, знаете, да, владеющая информацией, владеет миром, вот это, что касается злой силы, теперь, что мы отдаем за удачу, как, чего, доброта, абсолютно добротны не бывает, если кому-то это хорошо, кому-то это плохо, кто-то выиграл первое место на Олимпиаде, остальные там плачут, потому что они не смогли, для того, чтобы у тебя что-то было, у кого-то должно отниматься, но ты в этом не виноват, и ты за это не будешь нести ответственности, поскольку здесь есть закон справедливости, ты занимался много, ты плавал много, и ты вот по плаванию выиграл первое место, в чем проблема, что ты сделал, где твой грех, ни в чем, это закон справедливости, кто много старался, много просил, много хотел, и стремился, он получил, а те нет, все, тебе незачем переживать, и стыдиться, и иногда мы стыдимся, что мы хорошо живем, а кому-то есть нечего, дорогие друзья, а тот, кому есть нечего, что-то сделал, чтобы кушать было чего, он что-то сделал, я понимаю, если без рук, без ног, но есть без рук, без ног люди, которые с лекциями разъезжают по всему миру, даже это есть, собака, которая на улице, она бедная, несчастная, она не может, она зависит от нас, это другой вопрос, но когда человек целыми сутками лежит на диване, пьет, валяется, радуется жизни, и говорит, ничего себе, у тебя там бриллианты, шубы, а мне кушать нечего, несправедливо, да, как шарика, взять да поделить, а то, знаешь ли, у кого-то штанов восемь пар, а кто-то там по помойкам шастает, а что ты сделал для того, чтобы у тебя штанов было восемь пар, отдал всю свою жизнь, на учение, работу, старался, хотел, нет, так зачем я должна чувствовать себя виноватой, что у меня есть, а у тебя нету, если я потеряв себя, чуть ли не часть себя, всю свою жизнь, здоровье, иду к этому, а ты просто лежишь, валяешься на диване, и говоришь, помоги мне, у тебя же есть, как же так, так нельзя, видишь, какая ты жадная, не вините себя в том, что вы хорошо живете, вы к этому шли, вы очень много отдали для этого, вы очень много страдали для этого, а кто-то не хочет покинуть зону комфорта, понимаете, пока ты не покинешь зону комфорта, у тебя ни хрена не будет, если ты работаешь до утра, ты не спишь, значит, голова болит, значит, здоровье пошатнулось, но у тебя за это приходят деньги, но если ты хочешь хорошо храпеть, спать, седьмой сон видеть, у тебя их не будет, но ты утром проснешь, скажешь, вот сука, у тебя вот это есть, а у меня ни хрена нету, Ну и где справедливость? Ты взрастишь в себе эту злую силу, пустишь в мою жизнь, в жизнь другого. Она будет со всех собирать эту энергетику. Когда-нибудь собранный этой энергией зла вернётся к тебе во сто крат. Почему так говорят? Пусть во сто крат вернётся. Или во сто крат возвращается. Ответ. Почему так говорят? Не задумывались. Потому что это сила, которую ты так вот как бутус скормила людьми, их болью и так далее, страданием. Потом уже со всей силой возвращается к тебе и говорит, хозяин дай покушать, иначе тебя сожру. Понимаете? Вот что происходит. Это что касаемо зла. Доброта. Да. Так вот. Доброта должна быть к тем людям, которые это заслуживают. Надо уметь знать, понимать. Потому что когда ты делаешь добро тем, которые не заслуживают, обязательно тебе злом вернётся. Знайте это. Хочешь зла, делай добра. Вот и всё. Делайте добро тем людям, которые душой за вас болеют, которые переживают за вашу работу, за ваше дело, которые не раз уже доказали своё достойное отношение к вам, которые вам тоже делают это добро. Понимаете? Когда есть взаимные подарки, когда есть взаимные отношения. Дорогие друзья, когда только вы делаете, а оттуда ничего нет, запомните, однажды этот человек вас предаст. Почему? Потому что он не хочет быть вам обязанным. Вы же всё время делаете, а он ничего не сделал, чтобы в нужный момент сказать, а я тебе вот это делал. Ему нечего сказать. А значит, он себя чувствует ущербанным. Если с этой стороны не идёт ничего, прекращайте делать добро. Не потому, что вы жадна и плоха. Нет. Потому что знайте, что это предвестник предательства. Скоро вас предадут. Следующий момент. Что мы даём духам взамен на удачу? Я уже говорила об этом, повторяюсь. Боги, силы, духи, дарующие помощь человеку, питаются его положительной энергией. Если ты получаешь от них деньги после ритуала или подарки, тебе хорошо, у тебя ощущение счастья. Деньги – это дополнительная энергия, счастье – это энергия, чувство удовлетворения – это энергия. Эта энергия идёт к богам. И они снова тебе дают, чтобы ты снова был счастлив, чтобы снова их питал. Потому что они питаются этой энергией, потом делятся этой энергией силами, силы делятся духами, духи делятся душами и так далее. Но, грубо говоря, иерархия сил, и каждому из них нужна зарплата. Наверху стоят боги, потом силы. Это энергетические поля, то есть это сгустки, это разумные энергии силы, которые контролируют вот всё это войско богов. Внизу стоят души, духи, а потом уже души, сущности и так далее. И им всем нужна энергия. Ты даёшь эту энергию счастья богам, они отдают силам часть энергии, силы делятся с духами, духи делятся с душами, сущностями, и они все тебе помогают. Кто-то тебе служит, а кто-то кому-то ты служишь. Жрецы или люди силы, они служат этим силам всю свою жизнь. Они посвящают тому, чтобы через эти силы узнать что-то, помочь этим людям и так далее. Восстановить справедливость на земле. Вы поклоняйтесь, как всегда поклонялись люди какой-либо силе. Человеку нужна какая-либо сила рядом, чтобы он знал, что он не одинок. Только вопрос в том, какая сила тебя вообще слышит, и не безразлично. Та сила, которая выполняет сразу и помогает, та сила тебя слышит и любит. И эта сила берёт плату, дорогие друзья, энергии твоего счастья. И чем больше ты счастлива, тем больше оно тебе даётся. Почему люди богатые богатеют, бедные беднеют? Помните, в Библии есть такие слова? У кого есть, будет дано, у кого нет, и то отнимется. Несправедливо? Нет. Если вы перевернёте и поймёте, о чём это. Это же тексты, переписанные из древнеегипетских книг богов. О чём это? У кого есть, тому дастся, у кого нет, и то отнимется. Это значит, что у кого есть ощущение счастья и желание быть счастливым, ему дадут. А у кого его нету, и нет желания и стремления к этому, и то, что есть, отнимется. Понимаете, в чём дело? Так вот, понятие добра и зла я примерно вам объяснила. Понятие, что мы отдаём силам, я вам объясняю. Ради всех богов, пожалуйста. Прежде чем задавать одни и те же вопросы 500 раз, ещё и внизу вопросительные знаки рисовать, которым не очень хочется рисовать вам на лбу. Потому что это просто ощущение неуважения. Через несколько часов вопросительные знаки вот так рисовать. Это как, мол, знаете, как, эй, ты чё, эй, чё, не отвечаешь? Ау, где ты? Вот эти вопросительные знаки, вместо того, чтобы ставить, потрудитесь просто просмотреть. Везде всё сказано. Всё объяснено, дорогие друзья. Всё по полкам раскидано. Я не тот человек, который просто где-то что-то в газетах почитает, сядет или чужой возьмёт и попробует рассказать. Я тот человек, который всё это перенёс через себя. Это мои знания. И поэтому, прежде чем кому-то что-то дать, что-то подарить, я очень подробно объясняю, для чего вам это надо, почему именно так надо, откуда это пришло, кому мы обращаемся, какие слова, какие могут быть перемены, что надо делать, чего не надо делать, разжёвывать до такой степени, что уже, мне кажется, больше не бывает. Поэтому будьте так любезны. Прежде чем задавать вопрос, просмотрите. Может, уже этот вопрос я открывала, раскрывала, рассказывала сотни раз. Всем удачи!